Добрый день уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о том, как анализировать рентген легких в приемном отделении, особенно когда вы не радиолог. Итак, начнем сначала коротко с анатомии, в грудной полости расположены два легких средостения между ними, на рентген снимке также будет видно бронхи, будет видна грудина, а также будет виден газ в брюшной полости, а также тень от органов брюшной полости и диафрагмы и печени. Костными ориентирами на рентген снимки будут ключицы, ребра, 12 ребер, по бокам будут расположены лопатки, а также мы будем видеть тень от 12 грудных позвонков. И затемнениями мы будем видеть сами легкие, а также тень от трахеи и главных бронхов. Кроме того, мы в центре будем видеть тень от сердца и по бокам корни легких. Купол диафрагмы с правой стороны будет выше, чем с левой, из-за расположения печени. Это также важный признак и необходимо анализировать, так ли на вашем рентген снимке. Слева будет немного ниже. Очень помогает также быстро проанализировать рентгены, наличие патологии, инверс снимок. Нужно анализировать симметрию, симметричен ли снимок, все ли нормально с легкими ребрами, со всеми структурами и что-то. То, что сразу бросается в глаза, особенно когда вы инвертируете снимок или отдаляете, приближаете. Это занимает всего пару секунд, но вы видите какую-то проблему, какую-то асимметрию. Например, на этом снимке сразу можно заметить, что слева все ребра примерно идут по одной линии. Справа мы видим какое-то западение небольшое. Вместе с клинической симптоматикой и анамнезом можно предположить, что здесь перелом ребер. Слева мы видим также газ в желудке. Это не патология. Если нас интересуют ребра, то мы начинаем отчет ребер с первого ребра, которое будет короткое и расположено под ключицей. Или с 12 ребра, если оно хорошо визуализируется. Первое ребро будет намного короче и чуть шире остальных, расположено сразу под ключицей. И дальше по линиям и по контурам мы находим второе ребро. Чаще всего первый и второй грудной позвонок на рентгенограмме будут срезаны. И после того, как мы определили линию второго ребра, мы будем уже видеть третий грудной позвонок. И можем проследить по очереди каждое ребро, начиная со второго или третьего и вниз. Необходимо для тщательного анализа быстро просмотреть дугу каждого ребра. При переломах или патологии самих ребер мы можем сказать точно, на каком уровне они расположены. Но если будем начинать отчёт сверху или если хорошо видно нижние ребра, включая 12, то при отчёте снизу. На данном снимке, особенно на боковой проекции, что важно при переломах ребер или патологии лёгких, мы уже чётко видим повреждения двух ребер. Можем отчитать непосредственно, какие ребра повреждены. В данном случае это восьмое и седьмое ребра. На этом снимке тасается в глаза эмфизема. Это скопление газа в мягких тканях. В принципе, всё остальное примерно симметрично. И если так не вглядываться, только бросается в глаза скопление этого газа. Это может говорить о том, что повреждена лёгочная ткань. И при более тщательном анализе мы видим, что есть ещё одна линия лёгких на снимке. Здесь имеет место пневмоторок справа. То есть лёгкая здесь уменьшена в объёмах. И здесь находится везде свободный газ. На боковом снимке также мы видим подкожную эмфизему. И здесь не прослеживается внизу лёгких обычная ткань. Лёгкая расположена высоко. И возможно, вот идёт граница лёгких. Здесь, на этом снимке, мы сразу бросаемся в глаза, что лёгкие немного уменьшены в объёме. Мы видим только 8 ребер, хотя в норме до 10 ребра примерно мы можем хорошо видеть. И здесь мы видим уменьшение объёма лёгочной ткани. Это может быть иногда при рентгене лёгких в положении лёжа. Или при сопутствующей лёгочной патологии. Здесь же наоборот. Лёгочная ткань и лёгкие хорошо прослеживаются и увеличены в объёмах. Здесь будет наблюдаться эмфизема. В этом снимке сразу бросается в глаза наличие, во-первых, инородного тела, это кардиостимулятор или водитель ритма. И уменьшение лёгочной ткани слева. Это происходит за счёт того, что сердце увеличено сильно в объёмах. И это может говорить о патологии сердца, сердечной, например, недостаточности. На этом снимке мы видим усиление лёгочной ткани. Может быть это из-за качества снимка. Но самое важное, что справа купол диафрагмы стоит не выше, чем слева. Если присмотреться, мы видим некое затемнение внизу. То есть купол диафрагмы на самом деле будет сниз. Здесь ниже, чем справа, как и положено. А в данном случае будет наблюдаться выпад в плевральной полости. Здесь мы видим затемнение в левой части, в левом лёгком. Что может быть характерно вместе с клинической симптоматикой для пневмонии или другого очагового процесса. На данном снимке бросается в глаза после детального анализа, что купол справа стоит как надо. Но мы видим дополнительный газ затемнения под куполом. Слева находится желудок и часто газ находится там в норме, мы можем видеть его. Но справа этого быть не должно. И здесь свободный газ в брюшной полости, что может быть при перфорации желудка или кишечника. При диагностике отёка лёгких мы встречаем так называемые Келли-Б линии. Это короткие горизонтальные линии, примерно около 1 см, которые встречаются в лёгочной ткани. И которые указывают на отёк лёгочной ткани и на наличие жидкости. На данном снимке бросается в глаза сразу затемнение ткани или просветление ткани. В левом лёгком сверху, что может указывать на наличие опухолевидного образования. В левом лёгком здесь на снимке мы видим затемнение. В норме справа и слева мы будем визуализировать корни лёгкого. Однако здесь будет дополнительное такое образование с округлыми концами. Итак, суммирую. Анализировать рентген лёгких в приёмном отделении для диагностики острой или подострой патологии необходимо, помня анатомию те структуры, которые должны быть в норме. В первую очередь анализировать отклонения от нормы, те которые бросаются сразу в глаза при инверсии или при отдалении снимка или приближении, когда вы сразу можете заметить что-то асимметричное или что-то необычное. И дальше вы уже анализируете более подробно саму структуру лёгких, саму структуру и повреждения костной ткани или другую, видимо, патологию бронхов или лёгких. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, всегда буду рад ответить или в комментариях, или в фейсбуке. Продолжение следует...